Сегодня мы примеряем пачки из Петербурга. Очень легкие, очень комфортные ткани. Учимся танцевать с настоящими чемпионами. Я готова. Нет, не готова. Знакомимся с новым спектаклем о войне в пятом театре. Когда мы первый раз прочитали, я убежала в гримирку плакать. Оказываемся по ту сторону решетки. Здесь, если можно перефрактировать, столовая идет к заключенному. Вокруг этих посылок ажиотаж. В деревянных ящиках «Привет из Мариинки» – балетные пачки, пошитые на заказ для Омского музыкального театра, где Надежда Калинина вновь решила поставить «Лебединое озеро». Главный балетмейстер театра всех предупредила сразу – на сцену ее лебеди должны выйти в новых нарядах. Любой провинциальный театр мечтает о том, чтобы костюмы были пошиты в мастерских Мариинского театра, либо в мастерских Большого театра. Здесь главное всегда, еще помимо технологий, сами ткани. Это очень важно. Конечно, в Омске не такой выбор ткани. И то, что на складах мастерских Мариинского театра сохранился английский тюля, мы безумно этому были счастливы. Белые и черные – 42 штуки с эластичным верхом и каркасным низом. Сама пачка сделана по новым технологиям. Невесомые металлические обручи спрятаны в трех слоях жесткой сетки. Омским мастерам остается только украсить пачки, расшить стразами, тесьмой, перьями и кружевом. Но и без финального декора обновки вызывают восторг. Очень легкие, очень комфортные ткани. Естественно, время идет вперед, и ткань меняется. Лиф очень комфортный. Для меня это всегда главный момент, чтобы хорошо, комфортно поднимать ноги, прогибнуть в спине, осуществлять, чтобы ткань была максимально комфортной. И в этот раз все случилось идеально. Черную пачку примерила Нина Малеренко, белую – Екатерина Жигалова. Балерины выбрали разные цвета, чтобы напомнить образы Адилии и Адетты – бессмертных героинь Чайковского. Впервые «Лебединое озеро» поставили в Омском музыкальном театре в 1987 году. Премьера обновленного балета 30 июня. Каждый амич с самого детства мечтал скатиться с этого трамплина на лыжах или санках. Мы на самой знаменитой городской крыше – крыше музыкального театра. По замыслу архитекторов здание должно было напоминать сразу и рояль, и арфу, и плывучий корабль. Но народ увидел то, что увидел, и сразу окрестил театр трамплином. Постройка интересная, но крайне неудачная для Сибири, поскольку место продувается со всех сторон. Сразу над входом бронзовый барельеф. При ближайшем рассмотрении все равно ничего не понятно. Но я погуглила, я знаю. В центре мифологический старец Баян в окружении известных творческих личностей. Торжественное открытие состоялось 29 января 1982 года премьерой оперы «В бурю». В 80-е в театре формировался оперно-балетный репертуар, и были поставлены такие известные произведения мировой классики – оперы «Травиата», «Верди», «Сивильский цирюльник», «Рассини», «Евгения Онегина», «Чайковского». Снимки тех лет, старые афиши и даже программки, где чернилами выведены слова благодарности артистам, хранятся в Музее театрального искусства. Сейчас в репертуаре театра почти все жанры – опера, оперетта, балет, рок-мюзикл. Наряды для всех спектаклей хранятся в пестюмерной. Великое множество разных нарядов любой эпохи. Как найти нужное – непонятно. Но вот здесь все подписано, и кто знает, тот поймет. Одежду шьют, а предметы, нужные для постановки, ищут по друзьям, знакомым на блошиных рынках или барахолках. Когда не находят, делают сами в бутафорском цехе. Сейчас сотрудники трудятся над цветами для веселой вдовы. Перед этим зеркалом красятся и мужчины, и женщины. Нет, неправильно, не красятся – накладывают грим. А также примеряют различные локоны, усы, парики. Самый сложный грим делся больше часа. Так актер перевоплощается в квазимода. Вот, кстати, лысина, в которой Валентин Царьков почти два часа на сцене танцует. Эти замечательные витражи, танец и театр украсили здание театра еще в 81-м. Их автор – омский художник Михаил Слободин. В здании театра современ Союза. Не проводился ни капитальный ремонт, ни реконструкция. Зато интерьеры сохранились в своем первозданном, аутентичном виде. Это темное помещение напоминает подвал. На самом деле так и есть. Мы под сценой. Слышите, там наверху сейчас идет репетиция. А это поворотный круг. Когда наверху нужно быстро сменить декорацию, поворотный круг начинает вращаться. В действие его приводит лебедка кольца с моторчиком. Кстати, это одна из самых огромных декораций, которую музыкальный театр сделал своими руками. Она для оперы Евгения Онегин. А это, собственно, сцена. Сейчас идет репетиция дачного романа с народной артисткой Валентиной Шершневой. А еще на этой сцене стояли Анастасия Волочкова и пел Филипп Киркоров. Кстати, на том концерте я была. Сидела вон там на последнем ряду. Зал музыкального театра рассчитан на более тысячу мест. Это одна из самых больших площадок в городе. Друзья, в этот раз мы побываем в месте, куда не попадают добровольно. Учреждения этого типа закрыты от посторонних, а доступ к ним жестко контролируется. Сегодня свободное время. Мы проведем в СИЗО номер один. Сегодня мы приехали в следственный изолятор на экскурсию, чтобы не только рассмотреть уголки этого закрытого от посторонних глаз мира, но и за необычным экзистенциальным опытом. Здесь напоминают, СИЗО – это не то же самое, что колония. Условия содержания в изоляторе другие, а те, кто здесь находится, считаются невиновными до вступления в силу приговора. Скрипучие тяжелые двери, длинные, застеленные коврами коридоры, люди в камуфляже. Отправляемся в стандартную мужскую камеру. Стоит цепочка, да? Это один из элементов безопасности для того, чтобы при открытии дверей мог проходить только один человек. Ну, такие нормы, такие требования. Здесь могут находиться до девяти человек. Площадь камеры – сорок квадратов, по четыре на человека. Мощные оконные решетки, режущие на квадратики потоки света. Холодный блеск кружек. Двухъярусные кровати. Не романтика аскетизма, а проза жизни. День начинается в шесть утра с заправки спального места и зарядки. Отбой в десять. Под кроватью мешки с личными вещами. Рядом шкафчики для продуктов. Из развлечений телевизор, но он есть не во всех камерах. Настольные игры и литература. Книги, есть библиотека. У нас более семи тысяч экземпляров литературы различной. Раз в неделю ходит библиотекарь, специально назначенный сотрудник, который раздает книги и все заключенные меняют. Ну, прочитали, прочитали. Нескончаемая монотонность быта. Побывав здесь даже пять минут, понимаешь, как жизнь рискует превратиться в неумолимый круговорот обезличенности и одинаковости. Как бы мы не представляли будни заключенного по фильмам и книгам, они почти всегда не совпадают с реальностью. СИЗО, калейдоскоп, судеб. И каждый, оказавшийся здесь, может встретиться с людьми, с которыми бы никогда не пересекся в обычной жизни, и столкнуться с переживаниями, очень нетипичными для человека на свободе. Это здание имеет долгую историю. В 1859 году на этом месте появился тюремный замок на 150 человек. Его строили четыре года по указу Александра II. Здесь до сих пор сохранились винтовая лестница со старинной кирпичной кладкой и сводчатые потолки. В период с 1970-х по 1990-е здание реконструировали. Сегодня здесь могут находиться чуть больше полутора тысяч человек. Терракотовый пол, серые скамейки. Вот они, детали казенного интерьера. На столе нарды. Среди книг неловко притаился Паула Каэлия. Яркие резиновые тапки. Мы в женской камере. Помимо телевизора здесь есть холодильник и отдельный душ. По ощущениям, тут уютнее и светлее, чем в мужской. О том, что это СИЗО, снова напоминают решетки на окнах. Следующая остановка – пищеблок. Еду готовят вот в таких больших котлах. Всего здесь два горячих цеха. Пища готовится на весь следственный изолятор. Если кто был в колонии заключенный, осужденный идет в столовую, то здесь, если можно перефракзировать, столовая идет к заключенному. Баки. Первое, второе. Разливается пища, которая приготовлена в баке, и разносится по режимным корпусам. Пробу будете кушать, у нас обед уже готов. На обед – борщ, гороховая каша и кисель. По вкусу – обычная еда из столовой. Но после такой прогулки строгого режима, понимаешь, тюрьма – это замкнутый микромир. А наше историческое прошлое живет не только в музеях, памятниках архитектуры, но и в стенах пенитенциарных учреждений. Тюрьмы превратились в отдельный социальный институт и стали портретами времени, страны и общества. Интерес к ним никогда не ослабевал и стал настолько явным, что в некоторых странах получило распространение тюремный туризм. Таким образом люди пытаются осмыслить прошлое и настоящее человечество. Так, к примеру, одна из самых известных тюрем в мире – Алькатрас в США открыта для экскурсий. Считается, что отсюда так никто и не смог сбежать и при этом остаться в живых. Здесь туристам рассказывают об истории учреждения, попытках побега и бунтах. Сибирский город Тобольск стал одним из первых мест, где туристам предложили экскурсии в тюремный замок. Само место заключения известно с конца 19 века. А сейчас здесь находится музей-заповедник. А в Таиланде путешественникам планируют показывать кулинарные конкурсы с участием поваров-заключенных. Зачем ходить в такие места без необходимости, а лишь из любопытства? И нужно ли это делать? Вопрос этики и психологии. Пока ясно лишь, что таким образом люди пытаются удовлетворить свою потребность в необычных впечатлениях и прикоснуться с безопасного расстояния к закрытому миру, где гораздо спокойнее ощущать себя гостем, а не вынужденным постояльцем. Здравствуйте! Из-за скандалов я стал знаменитый. Но почему? Ведь Вита Бревис, Арс Лонга, а нынче какая-то дохлятина. И мне так хочется разрушить этот мир мертвого художественного ремесла. Все ни о чем. Вот представьте себе, они говорят, что меня изжарят. А все почему? Потому что я не выношу эту дохлятину. Никаких традиционных поэтических качеств. Хм, именно. Как же традиции? Это не живопись, а фонарь. Именно. Не хватает красного. Добавим. А как же традиции? Наша живопись должна быть насыщена ярким и абсолютным колоритом. Это все? Конец? Ты нас нарисовал? Нет. Конца не будет. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Катя, мы в замешательстве. Расскажите, пожалуйста, что это было, что мы только что сейчас увидели? Это был перформанс, который специально для зрителей музея, пунктами наши волонтеры. То есть от начала разработки до момента выпуска все делалось их руками, с их идеями. Это представление театрализированное, которое помогает заинтересоваться посетителю, что же изображено на картине. Герой, который играл Машкова, он вообще учится в Медакадемии на лечфаке. То есть я правильно понимаю, что волонтерами могут стать люди абсолютно разных, профессий разного возраста? Да, совершенно верно. Большинство наших волонтеров не являются ни музейщиками, ни искусствоведами. Это просто люди, которые тянутся к искусству, хотят разбавить жизнь яркими красками. У нас очень много программистов, очень много врачей. Людям хочется общаться с прекрасным, заниматься чем-то необычным, потому что не каждый может сказать, что я занимаюсь в перформансе или провожу арт-медиации. Это довольно необычное увлечение. А кто все-таки лучший волонтер? Пенсионер? Они же более ответственные. Или студенты? Они, наверное, более задорные. Да, не сказала бы, что есть такая разница на самом деле, потому что там и там люди ответственные, там и там люди задорные. Это люди, объединенные главной чертой, они тянутся к музею. Все остальные черты, они уже не так важны. Кать, а расскажите вообще про ваше волонтерское движение. Зачем музею волонтеры? Во-первых, это, конечно же, помощь на мероприятиях. У нас есть такие активные направления, как арт-медиация, то есть волонтеры уходят на работу со зрителями и говорят с ними об искусстве. Есть, как мы уже говорили, перформанс, то есть это уже активное включение в жизнь и в искусство. Волонтеры погружаются в тему, которую они хотят показать. Я сама была раньше волонтером. Сначала два года волонтерила, а потом уже пришла в музей. То есть это еще хорошая возможность узнать профессию, попробовать себя в ней. Екатерина, в музее всегда тихо и скучно. Верно мое утверждение или поспорьте со мной? Я готова поспорить, потому что музей все больше доверяет зрителю, все больше хочет его активного участия. И теперь музей это довольно-таки не шумное, но все-таки не тихое место. То есть мы рады различным акциям. Мы даже снимаем тиктоки про музеи, про искусство. Давайте наших зрителей тогда тоже заинтересуем и позовем в музей, какие еще акции на ближайшие, может быть, месяцы планируются. У нас будет в ближайшее время арт-медиация по залу в Рубелевскому. И также к ночи музеев мы планируем выпуск новых перформансов. Пока не буду рассказывать, на какие картины будут нажимать в этот раз. Но наблюдайте, ждите и скоро увидите новое. Большое спасибо, придем. Искусство, оно не живет отдельными какими-то своими областями и так далее. И очень здорово, что эта красивость здесь соединилась. Поэтому спасибо большое, что вы рискнули. Саша, расскажи про выставку. Я знаю, что дизайнеры совсем недолго готовились, очень быстро как-то свои работы подготавливали. Да, это так. На самом деле, если мы говорим именно про Green Friday Challenge, то есть это конкурс, в котором участвовали дизайнеры. У них были проекты, у них были защиты. И по моменту защиты мы выбрали именно того, кто стал, грубо говоря, победителем всего конкурса. Получается, у дизайнеров было только 10 дней на подготовку и создание, собственно, самих костюмов. И получается, за эти 10 дней они должны были продумать идею, найти материалы, все это скомбинировать и создать уже готовый продукт. Данный комплект — это про 25 личных историй, моих историй о севере и доме. Одна из историй, она связана с моей бабушкой. И, в принципе, от домашнего уюта, который она создавала, создает, я и начал отталкиваться. Здесь я вижу вышивка бисером. Да, вышивка бисером. Тут написано «осознаю, осознаю». Это о том, что люди принимают сейчас моду, которая вторичная, и носят ее. Насколько вообще актуальна эта проблема и вопрос какого-то осознанного потребления, осознанного гардероба? Эта тема очень сейчас актуальна, потому что фэшн-индустрия — одна из самых, так сказать, не экологичных индустрий. Нет ничего такого, чтобы носить вещи из переработанных вещей, тем более таких больше нет. Это одна вещь в единственном экземпляре. Когда я слышу музыку, то сразу же начинаю танцевать, и мне довольно сложно остановиться, поэтому свое свободное время сегодня я проведу с чемпионами России по танцевальному спорту. Ребята, привет! У вас тут тренировка, я вам немножечко помешаю. Привет! Когда вы получили золото, что вы чувствовали? Какие у вас были эмоции, когда такую награду завоевали? Была радость у нас, счастье. Эти танцоры не просто завоевали золото. На чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту они стали первыми сибиряками в своей возрастной категории. Кому покорилась эта вершина. Чем они отличались от других ребят? Почему именно они стали чемпионами? В первую очередь, они самые трудоспособные, на мой взгляд. Ну, я таких трудоспособных детей встречаю крайне редко. Они очень трудолюбивые, очень упорные дети. Ну и талантливые, безусловно, конечно. В них есть какая-то своя земля. Путь к чемпионскому титулу лежит через множество тренировок. Ребята проводят в зале минимум по 5 часов, 6 дней в неделю. Можете мне показать несколько движений, чтобы я на каких-нибудь дискотеках смогла всех удивить? Я готова. Нет, не готова. Давай, ты хоть не покажи, как встать-то надо. Я же не понимаю ничего. Это вы тут профессионалы. Так, угу, головой, да. Я не очень замечаю. Сразу говорю, я обычно так как-то двигаюсь. Мне кажется, это слишком сложно для меня. Я ничего не понимаю. Какая у вас большая танцевальная мечта? К чему вы стремитесь? Мы хотим выиграть чемпионат мира. Когда планируете получить этот титул? Ну, уже скоро. А скоро это когда? Может, через два года. Через год. До чемпионата мира время еще есть, но расслабляться ребятам некогда. Впереди у них крупные соревнования в Сочи. И, конечно, новые победы. У войны лицо не женское, но все же сотням тысяч женщин пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. Об этом новый спектакль Пятого театра. Так они же вон сами на фронт ругаются. Ну, плохо! Ну, плохо, Ложкин! Стыдно нам с вами, мужикам, что войну к ним подпустили. Тема войны, тема женщин на войне, она всегда очень трогает. И когда мы первый раз прочитали, я убежала в гримерку плакать. Ощущение было, что внутри так что-то очень сильно сдавило. И даже говорить как-то было трудно. Женщинам пришлось взять в руки оружие и пойти на фронт. Многие из них погибли или получили тяжелые ранения. Страшнее убитых женщин могут быть другим мертвые дети. «Апрельский романс» – это постановка по одноименной пьесе современного драматурга Дмитрия Рябова. Действие происходит в Сибирском военном госпитале, где на каждой койке раненые. В кого-то попала шальная пуля, кого-то изрешетила осколками снарядов, а у кого-то обгорело все тело, пока вылезал из горящего танка. Да где ж ты раньше был такой мужчина? Там на станции я верху Грачеву из Батеблушки потащила, а вытащила полверки! Пьеса говорит об очень тяжелых вещах, часто трагических и непоправимых. И при этом всем она не какая-то не чернушная, не беспросветная. она какая-то духоподъемная, она, так сказать, с каким-то светом, пронизана каким-то светом. Это очень дорого стоит. Страшные раны, искалеченных войной, лечили медики. Но сложнее всего было подобрать лекарства для души. Врачам нужно было найти правильные слова, чтобы у человека, который потерял все, снова появилось желание жить. Ты же говорила, что ждут тебя там. Конечно, ждут. Человек военного времени, в некоторых моментах, конечно, это жесткий человек. Он главный хирург, он начальник, военный хирург, должна быть дисциплина. То есть такой мощный мужик. Не знаю, насколько буду мощным я, но я так предполагаю, что этот персонаж мощный мужик. Во время Великой Отечественной в Омске было 45 госпиталей. Первый эшелон, в котором ехали раненые, прибыл в июле 941 года, в самом начале войны. Спектакль «Апрельский романс» посвящен подвигу всех военных медиков, спасших за годы войны тысячи жизней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok